И я приглашаю к центральному микрофону Георгия Коваленко. Слава Украине! Руководителя Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Отче, мы многим сегодня задавали этот вопрос, задам его и вам. Что сейчас можно, а что необходимо, что нужно прежде всего сделать для национального примирения? Не знаю, заметили ли зрители, но я ушел. Меня просто остановили и вернули. Я вот прочувствовал на себе в этой студии и понял, вот сегодня у нас очень важное событие в церкви произошло. У нас сегодня фактически избран местоблюститель Киевского митрополитчей кафедры. Это митрополит Черновицкий-Буковенский-Ануфрий. При этом блаженнейший митрополит Владимир остается представителем Украинской Православной Церкви. Если Господь дарует ему здравие, то он вернется к исполнению своих обязанностей. Если Господь примет его душу, будут назначены выборы тогда митрополита Киевского. То есть мы умолимся во всех храмах Украинской Православной Церкви за блаженнейший митрополита Владимира и поминаем новым местоблюстителем. Так вот я сегодня, ну, по долгу своей службы подошел уже к нему сразу после Синода, на котором было принято обращение к власти, принято обращение к людям. Создана комиссия по диалогу с Киевским патриархатом в ответ на их просьбы. И спросил, ну, Владыка, будет брифинг? Брифинг. А он мне смотрит, что? Она говорит, ну, я говорю, брифинг, ну, журналисты. А кто их, кто-то уже собрал? Нет, говорит, не время разговаривать. Говорит, время молиться. И вот я это прочувствовал. Я, знаете, вам хочу сказать, не время болтать, время работать. И более того, не время радоваться и не время праздновать. Потому что у нас сейчас масленица, на которой 9 дней будет по этим погибшим людям. В этой стране должны быть отменены все развлекательные мероприятия. Потому что это плоть от плоти, кровь от крови нашего народа. И мы должны скорбить всем народам. Церковь предлагает жалобу продолжить до Великодня. Потому что перед Великодням будут сороковины. Не час 8 березня радянские святкувати, еще еще что-то. Час тверезо думать, что делать и как выходить из кризи. А вот как выходить, давайте тоже поднимемся на церковь. Вот у нас была неделя про страшный суд. Мы уже пройшли. У нас попереду прощена неделя. Это примирение, которого так божают люди. Но прощение и примирение не предпочитает позбавление от ответственности и от покарания за злочин. Если женщина, которая скояла злочин против человека, которая убила или отдала наказы убивать, не будет покарана судом людским, справедливым, ее ждет нелицемирный суд Божьей без милостей. Это така Божья правда. Поэтому хай все, кто порушивает Божьи заповеди, кто в этой стране крадет, кто в этой стране бретет, кто в этой стране вбивает, творит насильство над людьми, памятает про суд Божий. Тут сказали про люстрацию. Это очень просто. Есть заповедь. Не вбий, ни насильство. Винные в насильстве не должны получать посаду в этой стране. Есть заповедь. Не кради. Винные в корупции. И все очень просто. Давайте подивимось на прибутки этих людей и на то, что они имеют. Если это не сходится, ничего выбирать не нужно. Хай остаться. Но больше никогда эта человек не должна работать на государственной службе. Если мы знаем, что эти люди брешут, и их брехня приводит до жахливых наслідков. Или в экономике, или в других сферах життя. Давайте так же этих людей попросим заниматься приватным. И вот я тут сидел, еще раз скажу. Мне было цікаво. Две люди. Богомолець и Порубий. Потому что Богомолець реально справа робит. А самооборона охраняла Лавру. Когда пришли поведомления после информационных вкиданий. Не будем сказать, откуда. И фактически мы могли бы иметь проблемы еще и на этой территории. На территории Лавры. И это примирение. Злочинец, который несет покарание, он уже примирился с тем, против кого. И тот, кто отримал от злочинца, он также простил уже того. И это может быть право. А потом, смотрите, после Прощенной недели у нас 47 дней посту. Часу для каятя и спокойствия. Потому что грешные все. А у нас уже одни праведные, а другие в всеми винные. И, напомню, влада, это и опозиция. Хоча я и не политолог. Я так понимаю, это вообще державный устрель. Тому я вважаю, что после нашего примирения Суспольного мае быть тривалий час покути, каятя и работы. И если мы пройдем, и прийдем, как мы в посту приходим до Срасного Тижня, до Голгофа, мы эту Голгофу проходим. Мы еще не пройшли. И тогда у нас возможное воскресенье Украины. Мы тогда гидны будем, как Пасха, перехід. Когда Бога обранина народ выходил из рабства фараона, из рабства египетского, и через пустель крокувал до земли обещанной. И так же мы должны поставить эту мету, до нее крокували. И знаете, если мы христиане, если мы верующие люди, то в нас мают працювать Божьи заповеди насамперед. И мы колись были атеистичными, атеистичною державою. Мы даже не знали, что такое заповедь «невбий». Тепер мы это очень хорошо знаем, что означает заповедь. Но Господь в Евангелии каже, что вы слышали «невбий». Вот мы уже слышали «невбий». А я вам скажу, кто сказал на брата своего «дурный» або «потвора», то и подходит суду Божьему. Мы должны прекратить называть один одного фашистами, нацистами, тетушками, москалями, что угодно. Давайте один до одного относимся как до человека, у которой есть имя, которая создана за образами, подобою Божою. И, фактично, если уже не можем назвать один одного братами и сестрами, то хотя бы громадянами. Хочу повернемося до цієї формули, которая была еще за радянских времен. Дякую. Дякую Георгію Коваленко, глава Синодального информационно-просвитницкого отдела Украинской православной церкви Московского патріархата.